К эфиру присоединяется советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте, с праздником вас, с Днем Независимости. С Днем Независимости вас тоже, безусловно. Так, спасибо. Итак, 32-й год независимости нашей страны. И в этой истории последние полтора года являются самыми ожесточенными и кровопролитными в отстаивании нашей свободы. Но в риднем краю пануваты не дамо никому, так сказано в нашем гимне, и так сейчас на фронте наши воины развивают контрнаступление, а террорист Путин со своей захватнической армией последние 18 месяцев только пятится назад с огромными потерями. Михаил, украинскую нацию сейчас знают во всем мире, восторгаются нашей смелостью, нам помогают отстаивать нашу независимость и демократию нашу и в целом в Европе, в мире. А каков главный результат путинской войны к этому дню для самого Путина и России? Хороший вопрос, неожиданный, но он справедлив именно в День независимости Украины, потому что, мне кажется, Украина как раз та страна, которая исторически предопределена, как страна, которая должна поставить точку в существовании России агрессивного толка, которая была на протяжении очень длительной части истории. То есть Россия всегда продавала экспансию, всегда продавала атаку, войну и так далее и тому подобное. Вот для России этот исторический промежуток времени заканчивается. И сейчас мы можем говорить о том, что в таком виде Россия действительно... Вот это, знаете, я бы даже сказал так, вот эта война России, это война за попытку остаться, ну, остаться в рамках человеческой цивилизации. Потому что Россия в таком виде, она никогда, собственно, не приносила что-то важное мировому сообществу. И когда я говорю мировое сообщество, я беру те страны, которые действительно вкладаются в прогресс, а не в деградацию, как некоторые, например, как та же Северная Корея. Так вот Россия всегда относилась к странам типа Северной Кореи, только она была гораздо более объемная, масштабная, у нее гораздо больше было ресурсных возможностей что-то украсть, но имеется в виду технологически, что-то развить украденное и так далее и тому подобное. Но на данном этапе исторического развития Россия пытается за счет войны, за счет такой старого типа войны, окопного типа войны, с массовыми разрушениями, с массовыми убийствами гражданского населения, это война Первая-Вторая мировая война, конечно же Россия пытается остаться в качестве хоть кого-то в цивилизации. И отсюда вот эти истерические крики ее, Россия должна быть в многополярном мире, Россия должна определять там правила общежития в этом мире. На самом деле сегодня как раз и доказывает вот этот момент, к сожалению, большой ценой для Украины, но тем не менее, этот момент доказывает, что Россия никогда и не была страной, которая должна была как-то влиять на глобальный миропорядок. То есть это абсолютно отсталая, малокультурная страна, которая генерирует только риски. Но смотрите, все цели Путина, заявленные в этой войне и на ее старте, да, 24 февраля прошлого года и потом последствия, мы знаем, что они менялись бесконечно, но не денацификация, не демилитаризация, не оккупация наших земель, не противостояние НАТО и отбросить Альянс как можно дальше от границ России. Все это имело ровно обратный эффект. Украинцы как никогда едины, как нация. Мы вооружены и готовы биться за каждый кусочек нашей земли и освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области, Херсоны. Сейчас постепенно освобождаем Левобережную Херсонщину и движемся с боями на запорожском направлении, да, к югу. Сегодня, кстати, было сообщение от нашего ГУР, что подразделение разведки высадилось в Крыму и успешно была проведена спецоперация, подняли наш флаг. Что касается НАТО, она успешно расширяется и уже впритул к границам России. То есть все не так, да, как планировал Путин. Все не по плану. Вы можете предположить, вот сейчас, на данном этапе, какой у него план? Вот эта война ради чего? Цель какая? Вы сказали, попытка остаться, это для Путина попытка остаться у власти? Только посредством войны. У данной войны единственная цель, с которой Путин западил, это уничтожение украинской государственности. Никаких других целей. Это все фикция, все иллюзия, все пропагандистские клише. Никакие денацификации. Вы прекрасно понимаете, что ключевая нацистская страна сегодня это Российская Федерация. Несомненно, во-первых, она сама по себе, по своей структуре, по классической структуре она является нацистской авторитарной страной. А с точки зрения поддержки глобального нацизма, он очень такой маргинальный. Но тем не менее, ультраправые партии есть в ряде стран. Они даже иногда побеждают на местных выборах и так далее. Вот основным спонсором глобального нацизма является как раз Российская Федерация. Поэтому Путин заходил сюда с единственной целью – это уничтожить Украину как таковую и по дороге убить как можно больше гражданского населения. Он просто нас с вами ненавидит. Я просто хочу, чтобы мы это зафиксировали. Почему, собственно, у нас с вами нет опции договориться с человеком, который пришел вас убить? Ну вот как вы себе представляете договориться с убийцей? Вот он, да, он на какое-то время оглушен, отполз, потерял там инструмент убийства. Но у него там в загашнике есть другой инструмент убийства. Вы с ним сели и говорите, давай чайку выпьем, давай с тобой проведем переговоры и давай договоримся о правилах, что ты… Я сейчас отвернусь, а ты меня больше в спину бить ножом не будешь. Но это нелепо, да? Потому что Путин, еще раз подчеркиваю, единственная цель Путина, жизни Путина на этом этапе – это была задача уничтожения Украины и убийства граждан Украины. Масштабное убийство. А теперь, что касается нынешней цели. Цели изменились, вы абсолютно правы. Сейчас цель Путина – выжить, лично выжить. А выжить он может, если не проиграет войну. То есть, грубо говоря, и тут я перехожу к другому. Сейчас все его усилия, креативные, ну, если это слово применимо, конечно, к таким людям, как Путин, но тем не менее, все его мыслительные, остаточные возможности направлены на следующую задачу. В любом виде, хоть чучелом, хоть тушкой, заставить Украину сесть за стол переговора. То есть, зафиксировать немедленное прекращение огня, зафиксировать новую линию разделения, зафиксировать оккупированные территории, где будет дальше достраиваться линия обороны России, не отдать эти территории. Соответственно, втянуть нас в бессмысленный минский, ну, условно, давайте по аналогии, минский формат, для того, чтобы не оговорить какие-то правила, нет, а для того, чтобы просто заболтать войну. Вот это главная причина того, что сегодня Путин делает, то, как он видит дальнейшее развитие этой войны. А в основе этого лежит искреннее, паническое желание прожить еще какое-то время, выжить и не отвечать юридически по тем ордерам, которые, несомненно, будут масштабированы не только за геноцид, за похищение детей, за генеппинг детей, но также и за другие военные преступления. Да. Михаил, сейчас очень наглядно демонстрируем мы всему миру. Нас смотрят более чем в 60 странах мира. В каких условиях мы работаем, в каких условиях проходит День независимости Украины. Мы слышим сейчас, как звучат сигналы воздушной тревоги. Мы показываем сейчас карту. Воздушная тревога объявлена практически во всех областях нашей страны. не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Это я обращаюсь сейчас к нашим гражданам, гражданам нашей страны. И верим, конечно, в нашу защиту, в наше ПВО, в наши вооруженные силы. Да, карта тревоги ширится теперь практически на всю Украину. Так, продолжим, Михаил. Значит, чего еще достиг Путин в этой войне для себя и своей страны? Это тотальная изоляция в мире. Он сам никуда не может поехать, ни в любимую Турцию, ни в Индию и Китай. Закрыты для него все форматы и саммиты. Он изгой, он международный преступник, которого готовы арестовать порядка 130 стран мира. Он страшно боится за свою жизнь и боится ареста. И поэтому не полетел посмотреть на свое детище, на саммит БРИКС в ЮАР. Значит, Нью-Йорк Таймс на этот счет пишет, Путин тщетно пытался заручиться поддержкой на саммите БРИКС. Знаем, что президент ЮАР и Сирил Ромофоса по итогам встречи с китайским лидером Си Дзиньпином сделали совместное заявление, что необходимо придерживаться устава ООН, соблюдать территориальную целостность стран, они говорили в контексте войны в Украине. Сказали, что будут делать все для мирных переговоров в Украине. И Ромофоса призвал Россию к возобновлению зернового соглашения и возвращению в Украину похищенных детей. Что должен понять теперь Путин в своем бункере по итогам саммита БРИКС? Ну, во-первых, это очень странная дефиниция. Понять и Путин. Они несовместимы в предложении. Путин ничего понимать не будет. Он абсолютно озлоблен, он абсолютно неинтеллектуален для того, чтобы понимать причинно-следственные связи какие-то. Ну и, соответственно, вы посмотрите на его публичные выступления. Он все время кого-то обвиняет. То есть человек как трусливый, и поэтому всегда трусливый человек, несостоятельный в том, чтобы взять на себя ту или иную часть вины, он всегда ищет кого-то, кого можно сделать виновным. Поэтому вы не можете предполагать, что Путин будет что-то понимать или не понимать. Я вам даже парадоксальную вещь скажу. Когда мы говорим о безоляции, это не существует, к сожалению, к огромному сожалению, сегодня изоляции России. Давайте же без иллюзий на это смотреть. Россия имеет возможность обходить санкции. Россия имеет возможность получать определенные ингредиенты, в том числе производственно-электронной промышленности, для того, чтобы производить те же эскандеры, те же калибры и атаковать территорию Украины. В том числе и стран, которые так или иначе относятся к странам-партнерам Украины. Российская Федерация до сих пор может, я имею в виду граждане Российской Федерации, могут выезжать в туристические поездки, ездить по миру, заниматься бизнесом и так далее. Тот же Путин не выезжает за пределы России исключительно в силу собственной, просто патологической трусости как таковой, а не потому, что он изолирован и так далее и тому подобное. В этом-то и есть проблема нынешнего времени, в этом и есть проблема эскалации этой войны, масштабирования войны, продолжения этой войны. длительного периода в этой войне, потому что половинчатые решения. На мой взгляд, все очень просто решается, на самом деле, решается через признание России страной с конкретным юридическим статусом, страной-террористом, что будет автоматически блокировать любые возможности вести с ней торговлю, в том числе для стран, скажем так, нейтрального лагеря. То есть они будут гораздо более аккуратны. То есть вокруг России останется очень небольшое количество стран с отсталыми экономиками, опять же такие, как Иран или тот же, та же Северная Корея, или та же Эритрея и тому подобное. И вот это будет изоляция России. Плюс, вы знаете, не до конца проведена изоляция с точки зрения культурного продукта, который Россия все еще продает на внешних рынках. Она производит фильмы, она производит ту или иную агитационную продукцию, она спонсирует те или иные культурные мероприятия, она постоянно кричит о том, что нельзя отменять русскую культуру, дать возможность Бориса Годунова отыграть в Ласкале и так далее и тому подобное. Спорт просачивается, да. Конечно. Россия дальше производит спортивный продукт, как промоцию войны. Она до сих пор участвует в тех или иных состязаниях. Вы помните недавний грандиозный скандал с нашей безупречной Харланой, но тем не менее, тем не на чемпионате мира. И, соответственно, Россия использует любую площадку. Я уже не беру такие площадки, как, например, ООН, где Россия периодически может выступать, в том числе не только на Генеральной Ассамблее, но и на Совете Безопасности, использовать право ВЕТА, чтобы заблокировать какие-то совершенно другие инициативы, если эти страны будут поддерживать проукраинскую позицию. То есть Россия очень активно работает на внешних рынках. Она скупает по-прежнему, она, вернее, имеет возможность скупать по-прежнему людей, готовых так или иначе занимать российскую позицию и так далее и тому подобное. То есть надо все-таки без иллюзий относиться, что, к сожалению, реального изоляции Российской Федерации на сегодняшний день нету, и это крайне плохо. Другой вопрос, что Путин, который долгое время надувался, как человек, который определяет правила глобальной политики, и который мог себе позволить опоздать на встречу с тем или иным лидером другой страны на час, на полтора, на два, и так пренебрежительно сквозь зубы с ними разговаривал, сегодня трусливо поджал, что там у него, я не знаю, ну, что-то поджал и так далее и тому подобное, сегодня он боится приехать на встречу, и наоборот, если какие-то встречи, вот как саммит Африки, проходят, он вынужден в коридорчике ждать, ждать, пока придет лидер другой страны. То есть, конечно же, диспозиция Путина изменилась. Более того, исторически Путин будет выглядеть крайне ничтожно, при том, что он думал, что будет выглядеть, как такая, знаете, реинкарнация Петра Первого, Александра Третьего и Иосифа Сталина в одном лице. На самом деле он будет выглядеть, как абсолютно трусливый персонаж, приведший Россию к обнулению собственной истории. Но, тем не менее, тем не менее, нам надо продолжать вот как раз-таки настаивать на том, что Путин должен быть полноценно изолированным. Путин и Россия с экономической точки зрения. И тут я еще к одной вашей фразе перейду, да. Вот когда вы сказали о том, что была резолюция Китая и ЮАР, Ромофоса и Си Цзиньпини, о том, что они приверженцы мирных переговоров, я еще раз повторяю, нету никаких мирных переговоров, не путайте, пожалуйста. Любые переговоры на данном этапе означают капитуляцию Украины. Это предложение капитулировать Украине, потому что переговоры возможны в случае, если будет восстановлена территориальная целостность Украины. То есть в случае, если Россия покинет ее территорию, и тогда, конечно, можно садиться за стол переговоров, чтобы обсудить и итоги войны, как таковой, и вопросы безопасности региона в целом. Все остальное — это фикция, особенно слово «мирный». Мирные переговоры во время войны невозможны, потому что есть, безусловно, и страна-агрессор. Это не война за спорную территорию, не война за спорный конфликт какой-то и так далее. Это война классического оккупационного типа. Есть агрессор. Момент выхода агрессора с территории, тогда начинается переговор. Да. И контрибуции, и репарации, и посадка всех военных преступников. Так, и еще важная тема. Да, Путин развязал кровопролитную свою захватническую войну против Украины, загнал в экономический упадок Россию, принес смерть в российские семьи. Напомню, уже почти 260 тысяч погибших российских солдат в Украине. И еще Путин создал все предпосылки для смуты, для гражданской кровопролитной войны в самой России. Михаил, на данную минуту, как вы оцениваете вероятность вот такого сценария? Смерть Пригожина вчера приблизит эти процессы кремлевские военные разборки? Несомненно. Смерть Пригожина приблизит транзит власти. Каким видом, в каком виде он будет осуществляться, посмотрим совершенно в недалеком уже перспективе, в недалекой перспективе. То, что в России будет не то, что революционный процесс, Россия не идет никогда по пути революционным процессом, потому что революция это все-таки такой скачкообразный, прогрессивный движение. То есть ты принимаешь для себя решение изменить тот тип устройства, которое является на сегодняшний день неконкурентным. Ну так, скачкообразно изменить. В России возможны только бунты, неценностные бунты, которые будут приводить к перераспределению влияния и благ на разных уровнях власти, ну и к уничтожению тех или иных представителей власти, которые не, скажем так, удовлетворяют на сегодняшний день население, требовавшее выиграть эту войну малой крови. На сегодняшний день вы абсолютно правы. Россия платит большую кровь. Абсолютно понятно, что для Путина это не играет никакого значения. Для общества, которого не существует в России, я имею в виду гражданского общества, это тоже не играет никакой роли. Медиа, политика, всего этого в России не существует. Поэтому дискуссии с точки зрения, достаточно ли это цена за какие-то странные амбиции, за попытку захватить чужие территории или уничтожить чужую государственность, не существует в России. Такого диалога в России никто не ведет. И поэтому, конечно, ожидать от них какого-то изменения политического процесса, ну то есть добровольного изменения базовых принципов политики, невозможно. Но на самом деле, безусловно, бунт зреет. И вот это устранение Пригожина, конечно же, наоборот, показывает элитам, что Путин, в принципе, является человеком, не придерживающимся даже по отношению к собственному ближайшему окружению никаких договоренностей, в том числе понятийных договоренностей. И, конечно же, оно перед ритмами ставит вопрос, готовы ли они жить сегодня в состоянии, когда Путин из-за своей подозрительности может ликвидировать любого, кто есть и в ближнем, и в дальнем круге в политической элите Российской Федерации. Им надо принять соответствующие решения. На мой взгляд, такие решения будут приняты, они будут максимально жестокими по отношению к Путину. Вопрос, когда. Да, но опять же, этот вопрос предопределяет несколькими факторами. Я сразу хочу здесь оговорить, что вот эта вся социальная аудитория, на которую всегда ориентировался Пригожин, она очень агрессивна, медийна, она очень угрожает Украине, она готова воевать до последнего русского. Но на самом деле это крайне трусливая среда, вот эта ультрапатриотическая, черносотенная среда. Они сейчас забиваются в норы, они очень боятся, они не хотят, естественно, воевать сами, они хотят чужими руками, ну вот этими мобилизованными, воевать, убивать максимум украинцев. Но сами они очень трусливые, поэтому, конечно же, они не выйдут задавать вопросы Кремлю. То есть это не та аудитория, которая будет иметь какие-то революционные подвижки. Но другой вопрос, что вот этот русский мужик, классический русский мужик, в какой-то момент его резьбу срывает, и он будет выходить и предъявлять претензии, не потому что хочет другой тип управления, другие вертикали управленческие, а просто хочет кого-то уничтожить, как компенсация за свою неудачную жизнь. То есть вы не склоняетесь к версии, что сейчас вагнеровцы, значит, пойдут мстить за своего, значит, главаря? Первое. Не существует с 24 июня никакого вагнера, это только медийный провокативный компонент, в том числе по провоцированию Польши и Литвы, который находился в Беларуси. Вагнер полностью уже растерзан. Вот этот совет командиров, ну, то есть часть командиров, которая, в принципе, была лояльна не столько к Пригожину, сколько к Уткину, и которые являли костяком вагнера, наиболее боеспособной части, даже российской армии, если так можно сказать, она будет уничтожена. Не так, наверное, демонстративно, как Пригожин, но тем не менее будет уничтожена. Естественно, там нету на сегодняшний день пассионарного лидера, который сможет организовать этот поход, а поход на Москву организовал именно Уткин. Пригожин скорее выступал в роли такого фиглера, который должен был медийно все это поддержать. Единственная для меня загадка, почему Уткин принял решение, во-первых, развернуть колонны, понимая, какие последствия это приведет, и второе, почему Уткин решил летать в одном самолете с Пригожиным, понимая, что Пригожин — это человек, добровольно подписавший орден на собственное убийство, и так далее. Но эти вопросы мы можем позже обсудить, и так далее. Все, что касается Вагнера, Вагнер недееспособен. Вагнер практически полностью потерял активы в России, Вагнер полностью вышел из войны в Украине, Вагнер небольшим количеством присутствовал в Беларуси, но Лукашенко максимально напуган сейчас убийством Пригожина, и Вагнер быстро оттуда убирается, и Вагнер, собственно, сейчас теряет контроль над африканским континентом, над теми активами, которые у него были в Африке. Почему? Потому что Путин не позволит существовать автономной организации, коллективно гораздо сильнее, чем любое военное подразделение, которое может стать на защиту самого Путина. Ясно. Михаил, напоследок, очень коротко. Сегодня в День независимости Украины почему-то без объяснения причин закрыта Красная площадь в Москве. Как вы думаете, почему? Кого там ждут? Они празднуют День независимости Украины. Это несомненно. Они должны привыкнуть к этому, что для них Украина страна, которую они будут вечно бояться, и, соответственно, все наши праздники национальные, они должны будут очень символично отмечать, показывая подобострастное, скажем так, отношение к Украине. Просто пусть начинают. Я еще раз хочу сказать, это не какой-то там пафос и так далее. Это неизбежность исторического развития этого момента. То есть они напали, они не получили то, что хотели, они проиграют эту войну. Да, великой ценой Украины, к сожалению для меня. Но, тем не менее, они эту войну проиграют, а после этого правила игры будут другими. Субъектность России будет существенно уменьшена, субъектность Украины будет чрезвычайна. По отношению к России я имею. Да. Спасибо за эту беседу. Спасибо. Михаил Подоляк, советник главы Офисы президента Украины, был в нашем эфире. До свидания. С праздником. Да, до свидания.